I have ways of blowing things up. И я получаю в два раза больше мостов, хорошо? Пока что мне это вполне устраивает. Вот у красного, значит, бизнесы сразу будут большие. Понял. То есть там сразу будет большой запрос на бизнесы. Нужно будет постараться в этот раз, ну, за сегодняшние кадры, как можно больше диверсифицировать подъезды и посмотрим, насколько это будет реально, если не будет хватать плиточек. Опять же, сейчас в начале игры, это говорить, конечно, легко и хорошо. А надо посмотреть, как это работает потом. Так. Пока что все мирно, спокойно. У людей среда. Они едут со своими покупками, едут покупать там овощи, едут покупать еще что-то. Кстати, ребят, вот эта вот фишка насчет поездок в торговые центры и всякое такое. Нет, не оп. И вот это сюда. Послушайте, кто из вас ездит реально покупать в торговые центры? Ну, то есть, я так понимаю, что это фишка средних и больших городов, и мне лично нравятся торговые центры, но не как способ там что-то купить, а, например, как место, где можно хорошенько погулять и провести время. Потому что за продуктами, ну, смотрите, правильно построено жилище, правильно построено обитание человеков, это там, где ты можешь выйти и пешочком дойти до магазина скупиться. Если тебе нужно там скупиться много на неделю и что-то такое, все равно у тебя в районе будет несколько супермаркетов на выбор, куда ты поедешь и по хорошей цене что-то купишь. То есть, получается, торговый центр это некое такое мероприятие, когда ты берешь семью, выбираешься туда, там, уходишь по разным магазинам, под кондиционерчиком, отправляешь детей куда-то там на мягкие площадки, там, еще кого-то на фудкорт, и все хорошо, все нормально. По-моему, я сейчас плохо сделал, надо вот так вот, и вот так вот. Светофоры круг... Блин, рандебаут давай. Круг давай вот так вот, и вот это убираем. Во! Мне кажется, вот так будет идеально. Чтобы некоторые сразу ехали туда, некоторые сразу ехали сюда. Мы тратим тоже по количеству тайлс, только при этом... Да. А вот так вот даже геометрически правильно. Так вот, ребят, напишите, что для вас поездка в торговый центр, и вообще, как это все происходит, потому что, ну, на самом деле интересно. Я так смотрю, что вот эти видео, они некоторым образом нас сближают, потому что мы, люди из разных стран, из разных слоев общества, где-то как-то можем узнать много чего интересного. И мне вот, например, я же говорю, мне очень интересно послушать, почитать, как у вас что происходит, сравнить с тем местом, где я, например, обитаю, и как у нас все происходит. Поэтому, как по мне, это отличный способ коммуникации, так скажем. Так, синие тоже получают у нас сразу же большие торговые центры с красными. Красные живут в своей экосистеме, у них все хорошо. Блин, деревья придется рушить, прикинь. Слушайте. Ну, я не знаю, если у нас сейчас красные дома не появятся там где-то снаружи, то у нас красные будут в своей маленькой экосистемке внутри, а все остальное будет вокруг них развиваться. На самом деле, я для себя это воспринимаю, как такой небольшой челлендж, типа, чтобы... Хочется, чтобы до определенного момента были... Чтобы до определенного момента не надо было... Блин, а теперь придется. У меня две плиточки осталось. Шоколадно. Я как раз хотел сказать, чтобы можно было сделать так, чтобы, например... Я туда сейчас ничего не сделал. Чтобы они существовали в отдельных экосистемах, но пока что не получается. Так, у нас воскресенье, мне должны дать плиточек, мне плиточек сейчас катастрофически не хватает. 30 штук или светофор? 30 штук, пожалуйста. Сюда вот этих вот красных. Сюда, мне кажется... Да, нам было бы неплохо, рандыба вот сюда. Кольцевое движение. Ребята, можно ехать? Чего там встали-то? Почему эти придурки там встали? Игра, что происходит? О, они поехали! Давайте, может, сюда туда тоже? Сюда нам не надо кольцевое. Жаль. Спрос на красные просто огромный. Они прям покупают и покупают. Ребята, а почему синий у них ту зарплату не прибавил? Смотрите, красные просто гоняют по магазам. Синий такие. Причём, смотрите, у нас есть, ну, грубо говоря, светло-синий и тёмно-синий. Ну, то есть, знаете чё? Я для них просто создам отдельный маршрут, чтобы людям удобнее было ездить. Жёлтый. А может быть... Давайте здесь тоже создадим кольцо. Ну, там, мне кажется, может быть, светофор надо было бы поставить, но там мы пока что избежали пробок. То, что мы тёмно-синих пустили по правой стороне, а не по левой. О! Два моста или мотор... А... А зачем мне мост? Или мост... Не, я возьму два моста, потому что там ещё 20 тайл, смотрю, и я пока не вижу куда. А мосты мне могут и понадобиться. У меня не было до этого ни одного, и, возможно, сейчас справа что-то появится, и тогда... Я буду в заднице, если у меня не будет моста, поэтому давайте действовать соответственно. Так, как это всё можно улучшить? Ладно, сейчас посмотрим. Пока что, вроде всё функции... Нееет, блин. Ну, теперь придётся ехать, черт знает откуда. Давайте мы часть отправим сюда, часть отправим... Часть сюда, часть туда. Так, у нас вот этот перекрёсток внизу становится потихонечку забитым. Ну, сейчас посмотрим, как это всё будет работать. Многие ездят через стоянку торгового центра. Если там сейчас появится второй торговый центр, там где двойное место, там будет не очень хорошо. Как раз он там и появился. То, что жёлтым приходится через весь город добираться вон туда, вот это не очень хорошо. Ну, ладно, пока что, пока что всё крутится. Так, 30 или ещё два моста? Нет, давайте я, наверное, 30 возьму. А что если у нас вот здесь вот будет дорога на этот круг? Чтобы люди ездили. Посмотрим, будут ей пользоваться или нет. Мне интересно, жёлтые будут этой дорогой пользоваться или они сейчас вот едет жёлтая машина. Да. Жёлтые пользуются этой дорогой. И так будет лучше, чем они будут проезжать через двор с красными. Потому что двор с красными кипит. А тут ему нужно просто... Да, 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 да. Так будет попроще немножечко. Хорошо. Эту проблему относительно решили. Я вот чё думаю, ребят, может быть, ещё... Вот так вот сделать. Здрасте. Вот он и мост. Офигеть. Значит, ему нужно свою дорогу, а не через соседей. И пусть вот сюда вот едут. Жёлтые пусть уходят вниз, а фиолетовые пусть проезжают напрямую. Но туда нужен какой-то регулятор движения. Потому что фиолетовые так не проедут никуда и никогда. Пусть голубые едут через верх, нам так будет проще. Тогда для фиолетовых мы здесь вот так вот местечко относительно забронируем. Да, мне нужно вот на этом перекрёстке какой-то движ. Блин. Два моста или круг? Круг. Блин. Круг. Жёлтые пусть и сюда стравливаются. А круг мне нужен, наверное, вот здесь. Да. Офигенечко. Ну хорошо. Мне вон там ещё не хватает одной развязки. Прямо жёстко. Но я не уверен, что я могу туда круг впихнуть. Сейчас посмотрим. Этот круг я уже не могу снять, иначе будет плохо всем. Ладно, сидим, ждём. Угу. Угу. Отличный домик построил, чувак. Вдали от всех. Домик построил он, а дорогу прокладывать мне. Блин, если бы так было реально, чтобы, знаешь, человек решил где-то в лесу построить себе дом. Он такой... Так, а у нас тут только красные ездили. Давайте я попробую... Вот так вот сделать, мне кажется, если это прокатит. Моторуэй. Давай. Я не знаю пока что куда. Сейчас будем посмотреть. О, здрасте. Забор покрасить. Для жёлтых там надо будет создать условия. Мотор... Что-то всё кипит и всё сырое, знаете? По-моему, светло-синие не справляются. Ну, то есть, смотрите, там прям трындец, они не доезжают. Мне нужно как-то им создать... Давайте попробуем. Какой-нибудь шорткатец создать. Не знаю, насколько это поможет. А, вот они, они по нему... Да, они туда едут напрямую. Это мы разгрузим вот этот вот голубой торговый центр. Оттуда будут ехать напрямую туда, будут вывод... А, тут ещё появились. Ну, тут тоже, кстати, близко есть, так что всё хорошо. Может быть... Для жёлтых ещё создать отдельную экосистему. Ну, вот этим подъездом практически никто не пользуется. Здрасте. Фиолетовый, кстати, тоже пользуется этой развязкой. Окей, я вас понял. Сколько у меня? 12 плиточек осталось. Не то, чтобы много. Но мы, по крайней мере, уже неплохо так прокатили 700 человек. Так, рандебаут возьму. Куда я его поставлю пока что, я не уверен. Сейчас посмотрим. Вот сюда вот я же не могу его поставить. Не могу. Это печально вообще-то. Надо туда-сюда, где он раньше и был. Посмотрим, насколько нам это разгрузит движение. Там просто съезд с автострады, там немножечко хаос творится. Там и фиолетовые пытаются проехать, и всё. Но у них не особо получается. А что если... Сколько у нас плиток? 34. А что если мы вот такое создадим? Им кто-то будет пользоваться или нет? Будут, кстати. Почему бы и нет? Ну, по крайней мере, по ближней. Посмотрим, как по дальней, если они будут туда ехать. Нам надо, чтобы фиолетовые туда ехали. Да, этим пользуюсь пока что только синие. Как не заставить фиолетовых ехать вниз? Фиолетовые едут через автостраду. Вот почему им это удобно. Тогда с автострады... Должно быть напрямую сюда. Ну, плохо, конечно, но хорошо. А у нас фиолетовая как раз и лопнет сейчас. Потому что они приезжают, но они, конечно, не успевают. Блин, круг. Мне вот здесь как-то круг влепить надо. Сделаем сейчас скоростную для фиолетовых. Посмотрим, если я успею спасти ситуацию. У меня просто куча фиолетовых застряли в пробке. Все, я уже не успею, скорее всего. Блин, так обидно. Я уже построил для них удобный разъезд. Они сейчас будут пользоваться. Ну вот они едут. Ну вот они уже едут. Блин, ну сделали же. Ну блин. Тысячу человек доставили. Тысячу человек доставили. Хорошо, хорошо. Я нашел решение проблем, но нашел его слишком поздно. К сожалению, нужно было раньше шевелиться. Хорошо, что у нас там по прохождению? Странно тогда, почему их три? Хорошо. Токио у нас был там 415. Лондон. В Лондоне нужно 300 человек доставить, чтобы мы потом смогли поехать в Мумбай. А что у нас в Токио так плохо все было? 415 всего лишь. Ладно, хорошо. Поехали как в лучших домах Лондона и Парижа. Переходим к следующей главе. А, у них тут еще и поезд будет. Офигаси его, шоколадный. А как это работает? Я не знаю. Я ни разу этого не видел. Темза. Два моста есть. Поезд будет как-то влиять на это? Подождите, поезд будет влиять на движение. Он не будет развозить пассажиров. Он будет влиять на движение. Мне нужно будет строить же до переезда. Это интересно. Хорошо. Это новый геймплей. Это интересно. Так что я не против. Оно будет как-то само работать? Мне же поезд не будет сбивать машины. То есть. Сейчас я хочу посмотреть как это работает. Я не посмотрю. Сейчас у синего скорее всего появится заявка. Но я не успею на машине проехать. Да. Машина не успеет доехать туда. Ну ладно. Я в любом случае увижу это, когда у нас начнутся заторы на дорогах. Это будет весело. Гляньте. Он медленнее проезжает. ЖД переезд. Ну правильно. Правильно таки должно быть. Но черт побери. Я не посмотрел. Нам три сотни надо перевести для открытия следующего. Ладно. А потом черт побери. Суббота. Блин, а вы меня разбаловали в прошлый раз. То, что давали по два моста. И все. Нет. Я сейчас тоже так хочу. Желтый будет переться через стоянку, через все вперед. Блин. Знаете? Сколько у меня? 14 плюс 14? Мне не хватит нахерена. Сейчас в воскресенье посмотрим, что нам дадут. Два светофора или мост. Может у меня уже есть. Давайте возьму, наверное, два светофора. Я как-то их избегаю и избегаю. В прошлый раз я их вообще... По-моему, в прошлый раз нам их, кстати, и не давали в этой... В каточке дневной, ежедневной. Вот. А сейчас... Может я как-то их неправильно применяю. Давайте... Давайте пересмотрим наше мнение про светофоры. А вдруг они не так плохи? 32 плитки. Сколько будет вот здесь плиток? Половина. Пусть желтый ездит вниз. Но потом под эту дорогу еще что-нибудь закрепим. У нас красный и синий в смешанном цикле, а желтый пусть ездит вниз. У нас среда. Половина недели уже прошла. У нас еще... Возможно, вытащим. Посмотрим. У меня такое ощущение. Вот это вот сочетание синего и красного, я не знаю, оно уже, по-моему, на подсознательном уровне дает ассоциации со свечом. Кстати, у кого из вас есть свечи? Признавайтесь. По-моему, офигенная штука. Лично у меня он есть. Я как бы... Сейчас на нем прохожу я на The Code. Если вы знаете такую игрушку, хотя сомневаюсь. А вот... Кстати, еще что мне стало вот интересно, раз уж мы сейчас об этом говорим. Если вы играете в эти игры, типа Mini Metro и Mini Motorways, если вы в них играете сами, они просто приходят и посмотрят. На чем вы играете? Они есть в Steam, они есть на телефонах, на Android. То есть, на чем вам удобней? Мне просто больше нравится. У меня есть и на телефоне тоже, для того, чтобы где-то посидеть, знаете, как таймкиллер. Но я очень редко там играю, потому что все-таки мне больше нравится на большом экране все это мышкой проводить. Потому что пальцем, когда оно все маленькое, ты можешь не так тыкнуть вот в этот кусочек дороги, или что-то то поставить, оно не то будет, не знаю. Если уж, по-моему, играть в такое на тачскрине, то пусть это будет планшет там какой-нибудь. Так, 30 кусочков возьму, светофоры у меня еще не использованы. Смотрите, приезжает поезд, и сразу же в торговцентрах появляется запрос. Это совпадает, я не думаю, что это совпадает. Ладно, сейчас посмотрим. Жалко, что я не могу... Да, блин, я прокрутить хотел. А, ну, ну, и как бы, да. Звук поезда такой... Как на заднем фоне, не знаете, вы слышите, наверное, да? Сделаем из этого перекресток. Не просто разъездную дорогу, а перекресток, по-моему, так будет попроще немножечко. Вот, кстати, карта немножко отъехала, увеличилась. Я теперь вижу кольцо, по которому идет поезд. Я просто хотел немножко... Вот это вот, кстати, минус. Когда играешь на компьютере, ты не можешь подвинуть карту, посмотреть на телефоне. Это почему-то доступно. Ты просто берешь, зажимаешь, и вот так вот крутишь карту, как тебе угодно. Но здесь... Да. Ну, опять же, я понимаю, что свои некоторые недостатки. Я не могу сказать, что это критические какие-то недостатки. Поэтому меня это не напрягает. А почему до этого нельзя было? Ладно. Не знаю, да прикольно так звучит. Слушайте, а мне разве... Мне, по-моему, не хватает красных домов, да? Мне, по-моему, не хватает красных домов, да? Еще мне, кстати, интересно понаблюдать сейчас, глянь, выезжает ближайшая машина или рандомная машина. То есть, вот, например, нижний торговой центр желтый и нижний домик желтый. Вот сейчас в нижнем домике загорится нижняя машина. Да, хорошо, выезжает ближайшая машина. Ну, насколько пока что мне сейчас показывает вот этот эксперимент. Да, я уже сейчас вижу, как ЖД усложняет нам жизнь. Я не знаю, как вам это объяснить, но представьте, если бы тараканы скакали со звуком лошади. Вот это происходит. Давай второй мост, да? Конечно же, давай второй мост. Ага, да. Давай сюда. Блин, у меня тут красный появился, он не подключен. Я не знаю, то ли они издают звук нехарактерный, то ли что-то, но то есть они иногда появляются, я не могу понять. У меня стоит домик не подключенный просто так. Два моста, да возьму, потому что они у меня как раз закончились. Натерем для простоты движения. Здрасте. Здрасте. Давайте сверху тогда тоже зеленый появится, но мне кажется, иначе как-то вот вообще печально будет. Зеленый, по крайней мере, через низ будут ехать, а что если мы сюда, светофор прилепим? Это будет нам хоть как-то регулировать движение? А он там не работает, светофор, серьезно? Да, он там не нужен. Ну, там теперь большой торговый центр, офигенно. Слушайте, сколько у меня плиток? 48. А что если... О-о-о-о-о-о-о. П-п-п-п-п-лин, я хочу круг. мне нужны еще мосты хорошо давай еще мозг потому что мне нужно сделать вот так мосты по одному дают это вообще печально надеть прямо сюда зеленый я бы такой вот чтобы вы сюда вниз ехали чтобы не засоряли вот куда он сейчас поедет вниз вот все чтобы они вниз ехали в не через это не надо чтобы они там двигались ими специально поставил внизу дорогу все вот так вот нормально так у нас есть этот не подключенный давай-ка мы его сюда внесем тут они вроде пока разъезжаются с голубыми нормально синие есть это те ездят зеленый пока доезжают там уже спрос очень большой появляется понимаете вот нужно 4 штуки 4 машины выехал пока не доезжают там уже появляется больше а эти еще не доехали потому что им еще ехать или через gd и через все это тут чисто время доставки уже влияет потому что блин долго можно здесь сделать вот так давайте ему травы и сделаю на этот перекресток прям а А у меня моста нету лишнего, дружище. Это не критично, это домик всего лишь. Это на обслуживание просто пойдёт. Да, зелёные теперь будут просто напрямую кататься, и они мне полностью разгрузят все дороги. Это будет привилегированный такой райончик, который будет чисто по хайваю через весь город. Мяу! И всё. Так. Пока что вот так сделаем. Так. Всё, я как раз жаловался на скорость доставки. Вот скорость доставки мы исправили. Теперь зелёные не будут забивать мне дорогу. Они будут быстро доезжать до огромного торгового центра. Всем выгодно. Пятница. Мне нужен мост. Опять. Через Темзу, блин. На самом деле их можно даже полностью... Отрезать? Оставить ему тут проезд, но он им нафиг не нужен. Потому что все зелёные будут ездить сейчас сюда исключительно. Или если куда-то в другое место, я уже потом им проведу. А так... Есть. Лондонский турист. 300 человек развести. Отлично. Да, вот он мост и двадцать этих плен. Я опять хотел бы круговой взять, но кто же мне позволит. А мне теперь надо два моста. Ну ладно, от ним обойдёмся. Зелёных пока всех сюда сливаем, это хорошо. Нам зелёные нормально. Пока они там появляются, мне это вообще удобно. У меня синих торговых центров три. Три. Да, хорошо. На самом деле я, наверное, даже рад, что они здесь не стали делать отдельные ЖД-переезды, чтобы их приходилось ставить и начать аварии, потому что это был бы хаос. То есть машины сами примерно понимают, куда им надо ехать, куда им не надо ехать, так что всё хорошо. Зато на примере прошлой катки и этой катки я наконец-то понял, как правильно работают моторвейс вот эти скоростные магистрали, которые ты ставишь через весь город. Да. Методом пробы и ошибок. Вообще не знаю. На самом деле вот эти моторвейс через весь город, как по мне, это немножечко... Но это портит вид города. Да, это позволяет удобно добраться по трассе до какого-то места, но, блин, по-моему, среди города их не должно находиться вот таких вот хайвей, моторвей. Вот, потому что это бетон, это лишняя температура, лишняя жара в городе, это портит вид города, это жарко, это фу-фу-фу вообще... В игре это, конечно же, допустимо, да, потому что часть геймплея, но вот, например, у нас в городе такого нет, я очень этому рад, что у нас оно не портит внешний вид города, и у нас движение сделано таким образом, что нам оно, в принципе, не надо. А почему у нас в огромнейшем торговом центре, блин, есть всего лишь три лота для стоянки. Смотрите, они просто не успевают приезжать, но они не успевают загрузиться. Посмотрите на этот рандец, давайте еще один мост. Так. Желтые сюда добираться будут 35 лет. Нет, для желтых нужно сделать... Отдельно вот так вот, чтобы они сюда ездили, а не через весь город, через мосты и все. Нет, на самом деле это зря, и мост здесь зря потрачен. Давайте, наверное, синие вот так вот, сюда. Пусть они вот сюда напрямую заезжают. А вон то зеленое, оно подождет. Или не подождет. Давайте мы вот такой перекресток ему создадим. Просто оттуда выезжают все как раз те зеленые. Смотрите, по скорости ему явно проще выдернуть зеленого из верхней части через хайвей, чем зеленого. О, блин, ну смотрите, сколько желтых появилось, я провтыкал. Раз, два, три. А, вон, еще два дополнительных зеленых торговых центра. Все, вопрос снят. Вот так делаем. И вот так. И вот так. И во вшпи. Ну, желтые у нас сюда будут ехать. Их, правда, тут же будет задерживать, но в принципе, меня все устраивает. Тут я не могу провести никак, его жалко. Так, зеленого сюда втыкаем. У нас все дома втыкнуты? Вроде да. Так, еще один моторвый или мост? Моста у меня нет, но... Нет, я возьму мост, потому что он еще 20 тайл сдает. Моторвый, я не знаю, куда мне сейчас присунуть, чтобы оно было эффективно. На самом деле, пока что идет. Пока что хорошо. Я, знаете, куда этот мост сейчас потрачу? Я его сейчас потрачу вот сюда. Вот. И я просто, ну, опять же, не вижу смысла вот в этой вот части тогда. И в этой. Вот эти зеленые будут вполне обслуживать вот этот торговый центр, а желтые приезжают сверху. Да, так будет гораздо проще. Мы избежим ненужных хлопот. По-моему, в городе растет напряжение, или мне кажется, по покупкам. Или вроде... Нет, вроде пока справляются. Вон, синих, смотрите. Дофига. Знаете, надо будет, наверное, все-таки... Ай, здрасте. А почему... Ну да, проще будет их сюда. Что-то... А тогда... Вот так вот, я думаю. Так, 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 так. Еще один мост, да? Стефор, потому что у меня есть... Мне оно не горит. Хочу лес создавать... Ну, давайте я потрачу этот мост, чтобы они не ехали вокруг, не забивали мне трафик. Если что, я его потом просто уберу. Да, они едут вниз через этот мост. Хорошо. Меня это устраивает. Так, зеленый. Появился. Еще один голубой появился. Супер. Пропопам. Больше ничего. Не прав. Провтыкали, конечно. А-а-а. Да. Блин, а мне не выгодно, чтобы оно было так. Я лучше вот так сделаю. Так, ну тебя-то понятно сюда, дружище. Блин. Слушайте. А мне бы, на самом деле, проще было бы сделать вот так. Чтобы они ехали не через ЖД, а просто в объезд по мостику. Чуть дольше, но гораздо более эффективнее. Все дома сюда будут выходить. Желтый сюда подключим. Зеленый сюда. Во, отлично. Перенаправили поток. Не-не-не-не-не-не-не-не. То, что он там начало мигать, то все такое. Хочу рандепаут. И куда я ее, кстати, сейчас вставлю? Зеленый сейчас тоже будут, смотри, снизу ездить. А, у нас еще вот эти зеленые есть. Начали появляться, прикинь. Ну, в принципе, пусть ездят. Красный. Да не. Давай вот так. Так, хорошо. Это есть, это есть. Едьте скорее, забирайте. Вы что? Сюда зеленых пока продолжаем загружать через хайвей. Да, ты там это нормальный вообще. Вот этот желтый торговый центр фигово разгребается. Смотрите. Так, тысяча человек в Лондоне. Супер. Так, а как я вам это сделаю? Ну, давай вот так. Подключаем. Желтые тоже сюда. Здесь я могу круг? Могу. Все, давай. Тут будет проще, если мы круг поставим. Да, поставьте ровно. Хе-хе-хе. Все, хорошо. Красный. Да, я не успеваю. Зеленый пусть будет вот сюда. Хайвей. Или, может, давай хайвей сейчас возьмем. А куда мы его поставим-то, этот хайвей? Подожди. У нас настолько разрослось все. И это все каким-то чудесным образом работает пока что. Есть, конечно, свои недостатки. Но все же. Нет, тебе не сюда. Тебе надо сюда. Блин, я знаю, это плохо прозвучит, но тут целая голубая община. Хе-хе-хе. Блин, люди, ну дороги-то не резиновые. Мне нужно сократить. Тогда вот это сюда. Вот это сюда. Та, вы там поофигевали все. Так, на тебе это. На тебе это. Эти будут отсюда забирать. Хорошо. Все, разгрузим это место. Супер. У нас красные фигово справляются, смотрите. У меня тайлз закончились. Офигенно. Вот этот красный сейчас лопнет, смотрите. Красные туда тоже по хайвее ездят, но там плохой разъезд. Да, мне кажется, вот этот вот красный просто лопнет, он не выдержит. Из-за того, что у нас не хватает тайлз, у нас не хватает... Давайте рандебаут и... Блин, а мне моста не хватает из лишнего, да? Некрасиво. Почему у синих тут забито? Смотрите, здесь целый хайвей, блин. Я для вас построил желтые. Шевелитесь, твари. Надо новые дома подключать, я провтыкал. Да, вот этот красный... Или красный, или желтый, они сейчас лопнут просто. И там желтого тоже не хватает. Желтый внизу банально не успеет. Туда слишком мало автомобилей приезжают. Или красный, или желтый. Сейчас один из этих двух лопнет. Ну ладно, 1500 человек развезли, кстати. Довольно длинная и объемная каточка получилась. Красный все-таки не выдержал. Хорошо, 1589. Это прям красиво. Что у нас там после Лондона. Вот, кстати, помните, я вам говорил в железнодорогах, вот тут челленджи открылись, что типа, если ты проходишь... Не-не-не-не, я не хочу челленджи, спасибо. Пока что, по крайней мере. Если ты проходишь там обязательный пункт в 500 или в 1000 пассажиров, почему за следующий шаг не дать ачивку? Здесь они это сделали. Здесь ты проходишь 500 пассажиров, дают ачивку. 1000 пассажиров тоже дают ачивку. Это приятно. Потом мы в следующую каточку пойдем в Мумбай. И у нас Даррес Салам открылся в прохождении. Смотрите, как они здесь сделали, кстати. Он открылся, но лучше это ноль, потому что мы играли не в классике, мы играли в улучшенном режиме. То есть как город оно открылось, а как классика нет. Хорошо, все, ребятушки, тогда будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-побра, все молодушек, всем покеда. Спасибо. 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 Спасибо.